Бочность водоема Могилёва зараз непридатны для купания. Про это нашим корреспондентам поведомили у Могилёвским зональным центра гигиены и эпидемиологии. Як правило, вода у самых популярных местах от Пашинку не отповедает потребам микробиологических показчиках. Чему? Разбирались наши корреспонденты. Купаться заборонено. Таблички минавито с таким надписям сегодня размещены по всей прибрежной зоне Святого Возера. Купание тут заборонено не первый год. Тут можно только отподшивать на пляжной полосе. А вось за увоход у воду продуглеженый штраф. Безусловно, есть и те, кто игнорирует все запреты, все предписания. Проводим устную беседу, легкую профилактику устную провели. После беседы, если люди что-то уже не поняли, то привлекаем сотрудников милиции. Зараз купание дозволено у одним городским водоеме. Это Пячерское водосховище. Только тут якость воды по всех микробиологических показчиках в норме. На Днапры, у межах областного центра, купание было спынено еще 10-го червеня. Причиной при остановлении купания детей и взрослых являлось неудовлетворительное качество воды по микробиологическим показателям. Каких-либо патогенных форм возбудителей в воде обнаружено не было. Расскажите, пожалуйста, какие водоемы в Могилеве используете для купания и в общем пляжного отдыха? Не использую, только бассейны. Почему? Потому что считаю, что они грязные. Печерское озеро. Когда очень жарко, можно сходить и на Днепр покупаться. Но в основном все молодежь на Печерском озере. Там более так интересно. А где можно купаться, а где нельзя в этом году, знаете? Я, поскольку знаю, на Святом озере запрещено купаться. Микробиологичный анализ городских водоемов проводится каждый тиждень. Для того, чтобы позволить на двород заборонить купание, берут как минимум две пробы запар. Катярина Балукова, Денис Бутылин, Новин, Регион.